итак друзья всем привет сегодня со мной актер сценарист режиссер ну и как говорит на одном сайте елена 09 09 09 редкий экземпляр перевоплощение 200 процентов в каждой роли другой не повторяющийся иногда даже не веришь что это он большая умница это все даниил воробьев за ним все так елена врать не будет ли лену не будет все супер тем более очень много заплачет мы лене доверим итак даниил завершился сезон сериала жить жизнь ждать ли зрителям продолжения у хороший вопрос так ну поскольку проект очень успешный я думаю что у него есть все шансы на 2 2 сезона что думаю что ну там прям реальные хорошие шансы окей а ты сам ну вот вспоминает твою роль ты сам когда-то пользовался услугами тренеров личностного роста вот модно сейчас говорить коучинг вот это слово нет нет вообще тебе ну там был какой-то заход в пикап она еще такой неуверенно стоял на ногах думаю а я же сделаю какую-то там вот схему вот а потом ну как бы все схемы отвалились все это уже просто повзрослел и постарел как бы перешел этот момент совсем скоро выходит сериал кошка расскажи немножко об этом сериале и о своей роли что там в какой роли ты там ну для меня на самом деле это очень интересный проект был и это на самом деле для меня веха потому что взаимодействие с кареном агандеся нам это ну всегда для меня праздник да ты с ним не один раз уже работал все идеи которые предлагаются на уровне там подготовки он их интегрирует то есть в этом смысле это прямо очень хорошая коллаборация он ну очень отзывчив вот и подвижен и почему знаменательный для меня этот проект потому что там была такая очень глубокая система подготовки где решение которое было предложено карену она была откатана в социуме то есть тот герой которого увидит зритель в кино в этом в сериале это вот отработанная в социуме грубо говоря форма вот это другая национальность это другой внешний вид совершенно манера говорить так далее вот я проверял на друзьях эту штуку и забавно что люди типа которые меня знают они делали вид что ничего не происходит на самом деле так хотя там глобальная движка они вот как бы ничего не происходит но не знают они думают какой-то полу сумасшедший тип но хорошо главное что друзья знаю что ты не сумасшедший тип давайте поговорим немножко о нашей о наших скриншотах мы подготовили несколько стоп-кадров для тебя они такой некой концепции объединены некоторые нить все-таки в этих всех фильмах прослеживается я думаю ты поймешь о чем речь но давай попробуем прямо с первого кадра доставай будем узнавать что это за фильм провал сейчас будет ребят ну блин это вот какой-то европейский макс матвеев похоже как будто бы макс матвеев европейский фотоаппарат с фотоаппарат смотри давай я подскажу этот человек для него не в новинку сильно изменять свои вот параметры вот становиться меньше больше бортич почти чуть менее и как это меня должно быть хорошо давай попробуем давай еще раз для роли в этом фильме а вот этот актер сбросил 30 килограмм 28 супергерои такой знаешь может быть вообще как супергероем относишься неплохо сто процентов неплохо но вот зарубежный супергерой зарубежный супергерой но это не конкретно в этом фильме он играл просто супергероя в другом фильме но вот этот актер я вообще не понимаю что это актер но похоже что это типа ну что-то связано с бэтменом очень сильно связано прям настолько связано что ты попал нам можете нам теперь нужно понять что за актер как это зовут это я не помню блин мы готовы улыбку для роли в этом фильме до сбросил он порядка 30 килограмм для бэтмена за 6 недель он набрал 40 килограмм фильме афера по-американски еще 25 сверху в общем такие изменения а потом уже сколько сейчас сейчас сколько ему лет или килограмм 40 ему порядка 40 все я думаю что он с этими экспириенсами закончить пора заканчивать да там после 40 вообще по эндокринологии не проходит но узнаем не знаю может быть что-то интересно еще от него увидела интересно просто насколько вот тебе было бы самому страшно такие эксперименты делать нет не страшно на самом деле ну то есть там немножко масштаб был другой но вот есть проект медиатор где я набрал 8 килограмм вот это прям нормально такая мы еще одежде завернули эту вещь вот я очень радовался этому факту а потом когда все где закончились я осознал всю как бы ну патовость проекта потому что гуляющие три килограмма они прям реально гуляли я их не мог никак выгнать так ну в смысле я потом выгнал но это было титанический просто 8 килограмм ты набирал какие-то тренировки были ли это просто еда много-много молочка и там и погнали и дисциплинированный человек сейчас да то есть это же тяжело просто само по себе тебя на сколько-то 6 раз в день надо прям есть и нет не 6 раз просто ты ешь молочку хлеб и соленье и погнал классно все о здоровом питании с даниилом воробьевым ну пипец что-то зимнее но здесь зимний зимний путь зимний путь таромаем давай я могу сразу подсказать на что пошел актера для того чтобы вот он видно что он на что он пошел помимо того что он куда-то шел он еще в съемках по процессе съемок этого фильма он ел сырую печень бизона где может такое быть где свежий достаточно фильм тоже культовый уже он фарго нет ни нас там никто не жрал печень так смотри актер еще и жил жил ночевал в шкурах убитых животных диких выживший 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 абсолютно это я не дико при это выживший сразу про еду про молочка ты рассказала что-то может быть экзотическое я сказал про печень бизона волт бои главный актер он ел живого осьминога помнишь эту сцену да да очень такая крутая и что-то такое ты ел экзотическое может быть каких-то африканских тараканов я не знаю что не не это как вообще к такому относишься к африканским таракан ну в целом как экзотическое внимание ну как бы самое экзотическое нет но на самом деле я бы ворвался во что-то но если была такая задача так ну ну ради роли вот что ты готов вот это я буду есть а вот это я это предполагает задача конечно ведущая мышь ведущая мышь ведущая мышь а летучая мышь так говорит режиссера ведущая мышь жри ее так и все это но это ты бы съел да класс хорошо давай дальше пойдем и еще немножко тараканов ну давай следующий кадр здесь легендарно все кадр это же ирония судьбы или с легким паром сто процентов вторая часть сергей безруков это сергей безруков его трансформация ну а если они серьезно то это если не серьезно но если не серьезно то это конечно же потрясающий актер хоакин феникс в джокере хоакин феникс я знаю просто что он для съемок этого фильма пошел на такой эксперимент социально он ни с кем не общался на съемочной площадке некоторое время знаю что в фильме команда 49 он на порядка месяца проходил обучение пожарным и работал пожарном балтиморе что-то такое ты можешь на себя примере то есть кем-то готов пойти работать кем готов опять же кем может быть ну несколько так зашкварно будет считаться ради получения роли там уборщиком я не знаю вообще из кем будет интересно вообще могу есть ты можешь все что угодно работать но если это нужно для задачи если это мне помогает для задачи то да конечно конечно я зашел а кем-то ты но там была работа где у меня был такой эксперимент где я участвовал в отделе то есть мы прожили в отделе типа месяц в полицейском отделе и занимались внутренней работой чтобы понять атмосферу как бы современно всего что там дела полицейского да другое дело что меня не утвердили но экспириенс очень интересный теперь ты можешь говорить что ты работал в отделе полиции типа да вот вообще это конечно ну если это работает на задачу то безусловно круто круто но здорово давай дальше а так вот и джаред так вот и джаред а фильм этот до плоский клуб предприниматель все почти так и как следует вообще здесь мы говорим просто о макконахи здесь конкретно мы взяли роль макконахи потому что для роли в этом фильме он похудел на 22 килограмма поэтому мой садчик вообще на 22 килограмма рост ты набирал 8 а на сколько ты худел а это сейчас сейчас ты худеешь да вот связано с кино с которым мы сейчас участвуем там физика тел и очень такой физически про физическое кино и из-за этого фактура тел а это не не похудел похудел это скорее подсушился чтобы была фактура вот ты сейчас говоришь ты сушишься был срыв кстати мы 20 сколько 5 дней были в егене в егене с партнершей и вот вчера мы такие пойдем-ка мы с тобой пиццы пахнем что-нибудь навернули все сцены секса которые мы сейчас физика она закончилась можно и поесть пошли пожрем но то есть это максимум который ты вот достигал да или ты еще нет это не максимум еще все-таки похудеть есть куда идти для феникса 3 чтобы чтобы в джокере джокере снялся ты окей хорошо здесь джаред лето он играет женщину да готов ли ты пойти на то чтобы сыграть женщину какая историческая личность нет нет это речь идет не о трансе не о физике а и речь идет о сути такая типа более-менее подводящая туда по глубине история это отель бейтс если ты видел вот там чел который играет главную роль это конечно очень интересное прикосновение к сути женской энергии вот поэтому мне это дико интересно вот интересно прожить эту вещь потому что мать и женщина это вселенная вот это хорошая арт терапия чтобы отработать взаимодействие круто ну короче ты нормально относишься если сыграть женщину тем прикольный интерес да да все супер супер хорошо давай дальше поехали еще у нас два кадра ну вот такой вот кадр что это может быть ребята есть подсказка сразу тебе хочешь подсказку она получила оскар да это маничелла маничелла я вот забыл как ее зовут и она большую работу провела то есть она типа красотка а там да да и она там прям совсем набрала 13 килограмм в принципе почти как ты но опять больше не мыло волосы долго вообще в процессе всех съемок она не мыло волосы чтобы такие были прям свалявшиеся и вот она играла почти как ты должен что-то по традиции почти как ты не ну зачем почти как я здесь уже как я кто это вот это большой вопрос конечно да здесь сто процентов догадает реально бортишь ты уже отгадал прикинь я интуитивный помнишь мы же упомянули борти мы зацикли это была прям петля это была петля это была петля ну это же этот я худи все так блин да так если слишком стрёмно лучше сразу скажи братан вот это вот стрёмно а у тебя секси хат крутой фильм а кстати прикольный факт вообще единственный случай в истории когда актер он худел во время всего съемочного процесса саша 75 килограмм вот набрала сначала 75 а потом скидывала он такой вот такой прикол пара слов для зрителя кино тв и где можно еще даниил ожидать ближайшее время какие проекты да в ближайшее время выйдет кошка который очень жду 25 мая на старте финал очка жить жизнь это тоже там на старте потом грандиозная премьера это повелитель ветра история о федоре конюхове в кинотеатрах где-то совсем ближайшее время дыхание романа каримова тоже в кинотеатрах вот по моему в июне что-то будет вот и lada gold там ближе к осени которую я очень жду это снял никита власов там разрыв ребята это срочно нужно посмотреть то есть это какие-то вот такие вещи круто ну что теперь мы знаем где мы увидим данилу в ближайшее время ну а мы с ним отправляемся на исаакиевский собор вот Frankenstein оооооа уаоо Субтитры создавал DimaTorzok